добрый день дорогие дамы и господа ladies and gentlemen сегодня 15 июня 2021 года меня зовут яков файн вы на душевном ласковом добром нежном отличном канале который называется будни америки начнем as usual as usual как обычно с комментариев по комментариям начинаем и так сейчас где-то нежный первый комментарий так вот я задал вопрос почему не популярна вакцина в россии и ответы похожи один с том пишет яков сосковые люди часто у 100 советские люди часто не верят сам вирус и вакс и в соответственно вакцину вот вам и крутое советское образование сергей общинников пишет почему растет заболеваемость они сами стали жертвы своей же пропаганды сначала это было что ерунда это как грипп потом все вакцина лайно и только спутник в супер плюс все засекречено так как футинской россии не может быть плохо народа запугали вот и получили все антипривычные фейки идут от них в основном я согласил в одном что когда человек начинает врать или государство и правительство ему перестают доверять и конечно можно отшучиваться когда руководство страны говорят это не мы нас там нет нас там не было мы ничего не делали мы никого не травили то со временем вырабатывается серьезное недоверие к этому правительству и когда надо уже ему вообще-то было бы поверить когда правительство горит надо делать и вакцины и так далее то они уже не верят уже не верят кто-то написал я не помню в каком комментарии что просто тупо не хватает вакцин очень мало производится там намного больше нужно так наталья верховяк верхоляк пишет расскажите про десантис десантис 2024 причем уважение восхищение мужа сам трампа дважды войти в ту же реку нелегко ну хорошо давайте уважим наталью давайте уважим наталью давайте я вам покажу его нашего десантиса вот он красавчик он кэша красавчик но он не выглядит как какой-то элитный президент ну он выглядит как начальник цеха директор завода но внешний вид обманчив этот парень очень крут ему сейчас 42 года ему 42 года но вообще у него такой импрессив как сказать послужной список что ли он родился во флориде он такого у него родители итальянского происхождения то есть у нас это называется приехали из италии я не знаю родители приехали или бабушки дедушки приехали ну короче там он закончил школу и учился на минуточку в ельском университете который он который он который он который он закончил с отличием был там капитаном бейсбольной команды вот потом он пошел потом он учился в гарварде на юриста закончил гарвардскую лоску тоже не шутки не хухры-мухры так что наш начальник цеха не так просто кажется потом он призвался в армию в военно-морской флот и более того в 2007 году он попал в Ирак он попросился на самом деле в Ирак и он там служил что он там делал такая интересная у него была служба там тогда была эта заваруха в Фалудже и он помогал не висел вот этим морским котиком в частности как юрист тогда штаты пытались там построить нечто демократическое и он следил за тем чтобы не нарушались правила и законы там права человека я не знаю что чтобы если планировалась какая-то операция чтобы она планировалась правильно с точки зрения легальной когда берутся пленные чтобы их содержали там соответствующим 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 виде и так далее вот ну и потом он вернулся потом вернулся в штаты и уже участвовал здесь в разных компаниях и в частности стал президент не президент стал губернатором губернатором флорида от республиканской партии все что он делает кстати я вам хочу показать еще одну фоточку вот посмотрите на эту фоточку она может быть получше вот так он выглядел в Ираке в 2007 году наш губернатор флорида да то есть он он республиканец я даже не знаю к чему придраться если честно то есть все что он говорит все что он с чем он борется какие он законы предлагает или наоборот хочется отвергнуть мне понятно мне понятно я очень рад что я живу во флориде в основном и пошли разговоры что в 2024 году трамп будет опять хотеть стать президентом и возьмет десантиса вице-президент у них отличные отношения и живут в одном штате в частности что удобно можно заехать там на чаек вечерочком и даже трамп не так давно это было может быть неделю назад где-то выступал и сказал что если он будет идти на выборы в 2024 году то он возьмет с собой как running mate running mate то есть вторым не не того вице-президента который был не майка пенса а именно десантис буквально два дня назад я слушал интервью с десантисом и его спросили конкретно будет ли будешь ли ты вместе с трампом выдвигаться в 2024 году ну как вице-президент он сказал я ни о чем таком не думаю и никаких разговоров не было и никаких договоров не было то есть то что сказал трамп неделю назад это видно трамповские пожелания только но не более того хочу ли я чтобы десантис был вице-президентом при трампе в 1974 году не хочу я хочу чтобы он оставался губернатором флориды по крайней мере будет один нормальный штат ну может быть не один но тот в котором я живу если он пойдет наверх а я ему желаю конечно успешной карьеры то тогда уже надо быть президентом Соединенных Штатов Америки вот так я ответил Наталье надеюсь Наталью я удовлетворил своим ответом так возвращаемся к комментариям Юлия пишет Яков доброго дня спасибо вам за ваши подкасты и видео по текущей теме сказать мне нечего нас огромное удовольствие слушаю и смотрю вас много лет спасибо за актуальные жизненные темы спасибо за ваше мнение пожалуйста Юля мне очень приятно получать такие комплименты особенно от женщин так что если есть женщины которые с удовольствием меня слушают и долго и вам вроде бы как нечего сказать в комментариях сделайте как Юля просто скажите спасибо и я буду продолжать дальше Беттермуд пишет китайцы арабы армяне и др тоже считают себя извранными народами всем свойственна самореклама почему в Англии нет антисемитизма потому что англичане не считают евреев более умными чем они сами ну во первых это эта фраза про англичан уже настолько заезженная что до нельзя а то что пишет господин Беттермуд Беттермуд что переводится конечно лучшее настроение я вам его сейчас немножко испорчу извините дело в том что вы пишете китайцы арабы армяне и др тоже считают себя избранным народом и я вам говорю я сказал в прошлом году что бог сделал евреев избранным народом это первое я не сказал что евреи себя считают я этого не сказал я сказал что в самой популярной книге всех времен и народу всех времен и народу а были сделаны исследования на самую популярную книгу и оказалось что библия на первом месте на лихом коне 3,9 миллиарда копий библии проданы за последние 50 лет на втором месте что интересно это цитатник Мао Цзэду на 820 миллионов ну там конечно каждый китаец должен был купить иначе бритвой по горлу и в колодец мы это понимаем и Гарри Поттер на третьем месте с 400 миллионами проданных то есть эта книга самая популярная и в этой книге именно в этой книге написано было не то что армяне китайцы или арабы избранный народ а именно евреи но это первая мелкая придирка которую я вам делаю товарищ Беттер Муд более серьезный аргумент который практически никто не знает или не хочет знать или плевали или не может быть или you name it избранный народ не означает самый умный понимаете он просто избран чтобы нести слово Божье молиться и почитать Бога все that's it это все где кто вам вбил в голову товарищ Беттер Муд что избранный народ означает самый умный народ где это написано почему вы так решили давайте прочтем определение в энциклопедии британик помните эту шуточку про энциклопедию британику объявление продается это лучше по-английски сказать давайте я скажу по-английски потом переведу потому что более так ярко мне кажется один повесил объявление то есть продаю британскую энциклопедию она мне не нужна потому что я женился а моя жена знает все да так вот все таки если вдруг сейчас жена не знает все вот мы обращаемся к первоисточнику энциклопедии британика chosen people chosen people избранный народ chosen people давайте почитаем что они тут пишут это евреи как выражено в идее что они были выброшены богом как специальные люди и этот термин означает что еврейские что еврейский народ был выбран богом чтобы оболиться только ему и выполнить миссию о том чтобы доносить правду всем остальным народам мира эта идея много раз повторяется в еврейских литургиях и во многих многих скрипт как сказать скрипт рукописях во многих рукописях и и так далее потому что и там например вот они приводят пример например потому что вы святые нет потому что вы люди святые для бога для бога и бог вас выбрал чтобы ими владеть из всех чтобы владеть вами из всех других наций на земле то есть то есть нет вообще ничего о том что это умные люди и выбросьте это из головы и передайте другу сегодня после прослушивания этого видео скажите свое позвоните своему ближайшему другу одному или двуме скажите блин я был неправ столько лет я всегда думал что избранные люди это самые умные люди чем кичатся евреи на самом деле нет так так хорошо хорошо тот же Беттермуд пишет видите я уделяю вам внимание второй раз спасибо за рекомендацию книги про жертвы коммунистических режимов судя по данным этой книги коммунистов Китая уничтожили больше людей чем в остальных странах вместе взятых вопрос почему демократические передовые страны десятилетиями поддерживают этот самый коммунистический режим Китая многомиллиардными инвестициями поставками технологий ноу-хау в том числе в биотехнологиях для Ухани хороший вопрос отвечаем потому что они все продажные двуличные гады паршивы козлы душные поэтому потому что никому нельзя верить как я уже не раз говорил с этой высочайшей трибуны потому что там почти полтора миллиарда людей это огромный рынок потому что всегда когда участвуют большие деньги принципами поступаются немедленно недавно был скандальщик там Леброн Джеймс он попытался что-то сказать вернее не так он там что-то попытался сказать про черных про угнетение но при этом ему тут же посказали а че ж ты сука такая играешь в баскетбол и ваша баскетбольная лига подписала большой договор с Китаем на трансляцию баскетбольных игр а ведь в Китае уйгуров мучают концентрационные лагеря геноцид ты здесь чем-то недоволен ты недоволен тем что несправедливо относится к черным со своими миллионами и сотнями миллионов а че ж ваша лига че ж ваша лига идет и играет вернее транслирует туда потому что огромные деньги поэтому все что вы читаете неправда почему Apple там сидит компания Apple в 2001 году Китай зашел наконец как мы рады в WTO международную как это World Trade Organization международную организацию торговли не знаю как правильно вы говорите они стали резко двигать бизнес все к нам приезжайте все вам поможем быстро построим все сделаем действительно строили очень быстро Apple пошел туда построили заводы фабрики за небольшие деньги огромное количество людей работают на Apple более того потом в каком-то году уже не помню они в 2007 или восьмом или девятом они зашли на рынок Китая со своими айфонами айфонами айподами огромный рынок для них тоже потом пришел этот друг Си Цзиньпинь в тринадцатом году и он стал прикручивать Apple организовалась тут же нападки на Apple что они плохая компания а этот Си Цзиньпинь хочет чтобы все было свое я уже не говорю что он там позакрывал там Twitter Facebook мне не жалко между нами только не говорите Зукербергу вот и он стал давить на Apple это уже было я не знаю 13-14 год Тим Кук уже пришел после смерти после смерти Стива Джобса стал руководить Apple он извинился Тим Кук извинился публично стал говорить да мы должны потратить больше времени чтобы понять культуру Китая как надо правильно работать и так далее спало в Китае вот это давление на Apple потом они стали наезжать Китай стал наезжать на Apple что мы хотим чтобы все данные наших дорогих китайцев были переданы нашей дорогой коммунистической партии Китайского союза Ауэплай Клауд Ауэплай Клауд Ауэплай Клауд это сервера которые находились в Америке Ауэпл гордо сказал нет но потом как-то все изменилось замялось и вроде как уже еда то есть полностью все прогибаются огромный рынок большие деньги за деньги все продается абсолютно все вот такой вопрос а логику не ищите другую только деньги follow the money так есть ли еще что-нибудь ага вот последний давайте на сегодня ну еще две ладно Ян Шацкий пишет Яков приведите убедительное доказательство что профессора боятся за свои задницы где документы это я вчера сказал о том что профессора City University of New York подписывают любые гадости любые письма в данном случае это была речь о том что осудить надо Израиль и поддержать только палестинцев на которых напали и уничтожать и те же самые и среди них были на удивление не на удивление нет нет были как положено еврейские профессора которые тоже осуждали Израиль я сказал что они прикрывают свои задницы и Ян Шацкий пишет доказательства что профессора боятся за свои задницы где документы ну во первых документ я вам конечно же могу показать сейчас дайте мне его найти вот он вот этот документ читаем справка номер 45 выдана Якову надо исправить извините выдана Якову Файну в том что у него есть веские основания считать что профессора City University of New York прикрывают свои задницы в печати подпись то есть тут как бы мы разобрались с вами хорошо тут я Яна удовлетворил но сама постановка вопроса меня как то удивляет Ян почему вы считаете что вы можете мне задавать такой вопрос может быть вы считаете что вы прокурор и у нас идет судебный процесс а я адвокат защиты и я обязан вам предоставить убедительное доказательство или может быть вы решили меня нанять провести журналистское расследование найти доказательства с подписями очевидцев которые говорят да я действительно прикрываю свою задницу если так сделайте свое предложение напишите мне в личку скажите сколькоren вы мне хоть и хотите заплатить чтобы я вам добыл убедительную доказательство если вы не хотите мне платить ничего тогда я бы хотел чтобы вы никогда больше меня не просили чтобы я вам представлял какие-то убедительное доказательство я вам ничего не должен это мой канал здесь мое мнение и мое мнение что они прикрывают свои задницы оно основано на моем большом жизненном опыте Жизни в Америке вообще. Более того, я вам могу заявить откровенно, что какое-то время я даже преподавал, но только не в Шарашкиной конторе, которая называется City University of New York, штатный университет, который стоит 3 копейки, и, соответственно, профессора там такие. А я работал как Adjunct Professor временно. По вечерам я преподавал определенные курсы программирования в NYU, New York University. Это совсем другая фишка. Я знаю, как живут профессора. Вернее, я понимаю это. Я знаю, что для них главная задача получить то, что называется tenure, постоянство. Чтобы и выбить гранты, гранты. У них не очень большие деньги, им нужны гранты. Чтобы получить грант на работу, чтобы их не трогали, они будут лизать задницы всем. Они будут подписывать любые бумаги. Вот такие убедительные доказательства я хочу предложить товарищу Яну Шацкому. Надеюсь, справка плюс это, может быть, поможет. ДИ-007 пишет. Яков, вам не кажется, что ваше правительство играется с Израилем и с Хамасом? Деньги Хамасу ведь проамериканские государства и заносят. Так и правительство США к ним более-менее лояльно относится. Абсолютно неправы, товарищ ДИ-007, потому что Соединенные Штаты официально заявили, давно уже, много лет назад, объявили, что они считают, что Хамас – это террористическая организация. Поэтому никогда, они даже за переговоры с ними не садятся, нигде никогда не встречаются. Хамас официально не рукопожатный для нашей чудной страны, Соединенных Штатов Америки. Ну, достаточно об этом. Давайте-ка пару новостишек наших. Начнем с главного. Опять буду обращаться к женщинам. Посмотрите, дамы, женщины, девушки и бабушки, на этого мужчину. Нравится ли он вам? Как мужчина, конкретно как мужчина? Конечно же, да, я думаю, да? Ну, может быть, не всем, но нравится, я думаю. Однако, он умер. Ему 76 лет было. И он умер. Но он после себя оставил… Знаете, как у нас говорят? He was survived by his lovely wife and two kids. Что они такое? Например, остались после него жена и там двое детей. После этого господина тоже осталось кое-чего. Кое-чего осталось. Вот они, его дети. Он отец 89 детей. Ну, уже умерший отец, конечно же. Вот они все. Вот это бы их производитель. Как вам это? Дело в том, что он организовал там у себя в Индии некую секту. Он был многоженцем. Он был многоженцем. У него было 38 жен. 38 жен. И он, конечно же, для них постарался. И они ему нарожали детей. Помните, если бы я был султан, я бы имел трех жен. И вот эта деревня стала достопримечательностью в Индии. Ее называют Мизарам, эту деревню. Так что, если вы меня слушаете из Индии, поедите, посетите. Вот он даже построил такую типа общагу. Это общага для его жен. Они там все жили. И там недалеко были его частные апартаменты. Куда, значит, я или другая любимая жена могла зайти для кратковременной встречи. И потом, через некоторое время, рожала ребенка. Вот так. А вы говорите, мать-героиня, отец-герой. What are you talking about? О чем вы говорите? Так, ну что вам еще сказать на сегодня? Давайте-ка я вам скажу вот такую вещичку. Новости Израиля. Как же вообще обойтись без Израиля? Израиль стал первой страной в мире, которая запретила продажу меховых изделий для одежды. Они считают, они сказали, выступили в своем заявлении, что нет никакой необходимости, и это вообще аморально. Убивать бедных животных для того, чтобы шить себе всяческие шуби. И через шесть месяцев этот банк, этот запрет войдет в силу. Войдет он в силу, конечно же, и тут возникает один вопрос. Ну, во-первых, конечно, я считаю, что это правильно. Считаю, что на сегодня промышленность достигла таких высот, они вытворяют такие искусственные меха, такие изделия делают, и легкие, и теплые, и мягкие. И из искусственного чего-то там, что необходимость в том, чтобы убивать норок, соболей, белок, лис, только ради меха, я тоже считаю, что это нехорошо. Я не фанат никакой, я не начну сразу же немедленно выливать чернила, если я увижу красивых женщин в песцовой шубе. Я ей просто улыбнусь, и сделаю еще кое-что. Помните? О чем я говорил в конце прошлого ролика. Но тут возникает один нюанс. Израиль, конечно, хорошая страна, но там есть ультра-ортодоксальные евреи, их немало, их немало. И у них есть такой головной убор, головной убор, который шьется из меха, именно из меха. Народ, который попроще, шьет из хвостиков, норки, соболя или еще чего-нибудь такое. Красят красивенько. Ну, знаете, как красиво выглядит. Ну, вот посмотрим, давайте вот на этого парнишку. Ну, разве это не красиво, девчонки? Конечно, красиво. Давайте еще включим его видео, чтобы вы увидели, как играет этот мех. Ну вот, хотите в себе, хотите к себе в дом такого красавца в мехах? Я не хочу. Я не хочу, но я не знаю, вкусы разные, конечно, может быть, вам бы и подошло. Вот, то есть, что они сделали в Израиле? Они сказали, ну да, но, конечно, у нас есть такие люди, есть такие люди, которые которые религиозные и надо что-то... В общем, короче, они сделали exception. Streamls, эти шапки называются, Streamls. Вот они сделали исключение, ну, как бы религиозным пока может. Вот поэтому их и не любят. Сказано всем, мех запрещен. Всем так всем. Ну, нет, видите, они тоже особые, они special. Они special. Ну, слушайте, мы уже говорили чуть раньше сегодня, что это народ, конечно, избранный. А внутри избранного народа есть еще более избранные люди, которые будут продолжать носить меховые шапочки. Ну, и, конечно же, важная тема для вас, для многих из вас, это завтрашняя встреча президентов, крутых стран Соединенные Штаты Америки и Россия. Пока что Байден там вышивает уже давно, несколько дней вышивает в Европе. Встречался с королевой, между прочим. и даже как бы нигде протокол не нарушил, в отличие от предыдущих американцев, которые приезжали в Бугенгемский дворец. Так, например, Мишелка Обама, она когда приехала, она сразу полезла обниматься. Вы помните Мишелку Обама? Такую с мужским торсом, крупная женщина и такая наша мелкая королева. Это был скандал, конечно. Трамп покатил туда, он тоже прокололся. Он ее так взял за спину сзади, там где-то надо было пройти, он ее взял за спину. Какой ужас! Вот. Но этот вроде бы этот вроде бы нормально. Нормально там стоял со своей доктор Джилл, с женой. Она, конечно, насмешила. Фотография была опубликована, ее, сейчас ли я не искать фотографию, может быть, найдете. Как она сидит за президентским столом и подпись, она готовится к встречам в Европе. Такая большой байндер, папка толстая, открытая, у нее она изучает серьезно. Что сразу навевает нам мысли. К тому же, что у нее вообще никого вменяемого не осталось в Белом доме. Придурочная вице-президент Камала Хэррис, президент Байден, который, я не уверен, знает, что он вообще в Европе находится. Она готовит все. А, да, еще было, где-то показывали, они там выступали на военной базе американской в Европе. Что-то его там стало заносить, она к нему подошла и говорит, Джо, pay attention, Джо. Джо обращает, типа, следи за собой. Короче, вчера он выступал, наш парниша Джо, три раза, три, он перепутал Ливию с Сирией. Он хотел сказать Сирия, но сказал Ливия. И на этот нуджин упал Сэм Босом Рос. Три. Ливия от Сирии находится примерно в двух тысячах километров. Сирия – это Ближний Восток, Ливия – это Африка, но, как говорится, не все это пока знают. Это наш маленький секрет с вами будет. Дальше сидят они такие вчера или позавчера это было. За столом тут Борис Джонсон со своей причесочкой и там другие официальные лица типа Макрон, Меркель, другие всякие президенты важных стран. И Борис Джонсон представляет это тот, а это тут, а вот это президент Южной Африки. А вот этот канцлер ФРГ. И тут Джо решил помочь Борису Джонсону и говорит, а вот это ты не представил, а вот это президент Южной Африки. Борис ему так «Я уже сказал, я уже сказал, я уже представил». Мне тут вспоминается кто. Конечно же, гениальный Жанецкий. И очень жаль, что мы все-таки не послушали начальника транспортного цеха. На этой замечательной ноте мы с вами заканчиваем сегодняшнюю беседу и идем готовиться к встрече Байдена и Путина. Кстати, сказали, что совместной конференции, пресс-конференции после встречи не будет. Нью-Йорк Таймс написала, это сделано потому, что не хотят Путину давать такую международную арену, где, типа, он там засветится, вот он стоит и тут супермен Байден, типа, лишний пиар не хочет давать Путину. Но мы-то с вами знаем, что если, не дай бог, там не будет телепромптера, суфлера, и будут задавать вопросы в открытую любые неподготовленные, то Путин ответит. Я в этом не сомневаюсь. А наш Джо не уверен. Так что совместной пресс-конференции не будет и не надейтесь. Ну, ничего, будет что-то другое интересно. Пока.